первая апреля запуск событий на целый год описание будет уже ночью не могу громко разговаривать описание будет приложено или в видео или ссылки там астрологическое описание в помощи не знаю сколько смогу снимать в помощь этому под рукой оказались карты стихий земля вода у меня уже ракета земля воздух земля вода огонь воздух карта выше я урожай который мы собираемся получить в течение года 12 апреля я надеюсь мне будет возможно сделать еще одну свечу из остатков дела будет слияние конфигурации нептуна и юпитера в рыбах такое сочетание бывает раз в 166 лет запуск нового кланта скачка последний был по моему 1865 году или что там духе на этом тексте писал ванне 65-66 это старом мои засранцы дерутся получение урожая сегодня запускаются очень много конфигурации прочтете еще раз можно я себе целую тетрадку выписала карту желания можно сегодня до 6 утра там хотя бы прописать как-то себя путеводить это была работа урожая работа с кораблей сокровища до каждого это что-то свое мои сокровища дерутся чего я взяла эти карты когда писала символом херона это такое спутник метеор метеорка как правильно сказать не планет а символом херона является ключ и он как ключ помогает найти несколько выходов из сложившейся ситуации вообще год будет равно как и месяц наполнен большим количеством неожиданных поворотов благодаря урану марсу огненным энергиям неожиданных поворотов но выходы всегда можно будет находить благодаря вот этой конфигурации с херона очень много информации там в соединение планеты венеры сатурна и марса сатурн как бы и венеру и зажимает и марс и не будет не слишком яркой или там чрезмерной чувствительности эмоциональности не слишком яркой чрезмерной агрессивности а потом из таких важных конфигураций там херон по моему с ураном тоже большое количество с меркурием большое количество информации новых стартапов айти технологии новых идей какой-то как пазлы из разных из разных кусочков из разных обрывков информации или разных навыков наработок можно будет сотворять нечто свое то есть планета сама поощряет эти действия сотворение каких-то новых историй из существующих уже пазлов и нахождение вот этих вот ключей ко всему много-много разных вариаций из многомерности многообразия выходов то есть люди которые живут в многомерной парадигме они все время видят эти многомерные выходы но сейчас это будет доступно абсолютно каждому гибкость ума и из каждой ситуации будет несколько выходов на выбор судя по всему так пространство тренирует нас быть дуальными ой дуальными быть многомерными и еще кстати я так как вощина у меня осталась только черная немножко золотой и трава к собой есть только дуб я не знаю почему я им не откатала а потому что я задумала сразу наполнением энергии и квантовыми скачками вот этим высшим я высокочастотностью вот они иголочки сосны то есть свечка совсем тоненькая и я решила ее не с травками сделать хотя с энергией дерево но не дуба а сосны потому что много этих воздушных космических энергий это удача клевер пусть будет ясность понимания лидерство солнечность теплота душевная новое начинание детское искреннее восприятие прояснение солнечное мирное небо необычное для моих отжигов формат но как есть главное чтобы хватило память карта мастера мастерство аналог мага втором мастер мастер стал всем ну вот и юпитер сатурн тоже сюда так и юм и юм и юм Такое ощущение, что что-то красное здесь откуда-то появилось. А, это горящие иголочки, прям как красный воск. Едем дальше, пока из памяти начались наросты, прожигается. Внутри, кстати, свеча, так как нет ничего другого, из черной овощины и сверху уже золотой обмотанной. Так, что у нас тут дальше? Силу нам и защиту. Силу медведя, это в принципе мужская энергия в основном, но медведица тоже может быть. Мощную такую, как и Беркана, и Урус, какую-то жизненную силу, и мощь, и мудрость, и память о том, что мы человеческое существо, состоящее из физического животного тела, принадлежащего царству животных на планете Земля. И вот то высшее я или поток, бытие, наблюдатель, звездный странник, космический странник, как угодно можно назвать нашу тонкую вибрационную составляющую. Силу медведя, кому нужен медведь в виде помощника, партнера, мужчины, тоже можно брать с собой своего защитника. Как наши солдаты шутят в мини-роликах, девушка, вашему дому защитник не нужен. Так, а вот и защитник. Здесь есть несколько карт защиты. Я убрала воительницу, не стала брать ни воинов, ни воительница. Вот защиту нашей стране и нам, каждому из нас, каждому дому, каждому. Защиту нашему небу. Я снимаю после того, как тревогу отменили. Уже писали, что прилетело, где-то были взрывы в Одесском районе, то есть к которому мы относимся, где-то три эскандера прилетело. И есть жертва. Вот, чтобы каждый из нас чувствовал теперь себя защищенным в течение года и дальше. Как минимум 18,5 лет, потому что эта новолуния закончится следующим с солнечным затмением. То есть это преддверие, вход, начало в коридор затмения, врата. Иногда называют аркой или врата в коридор затмения. Коридор затмений обычно запускает процессы, конфигурация коридора затмений планетарных запускает определенные процессы на 18,5 лет. Есть такие семейства затмений. У меня куча отрогов, связанных с затмениями, с коридорами затмений, с всеми тем планетарными историями в прошлом году там на природе. И много объяснений, и много запуска в разных событиях на 18,5 лет. Связаны, кстати, с Сатурном, который оказался в гороскопе моей страны. И будет еще вот эти испытания и благородное, мужественное, мудрое прохождение этих испытаний для страны до, по-моему, февраля следующего года. Ну и попутно оно как-то так в потоке шло, сделать эти свечи, и завтра будет еще одна субботняя свеча. Тогда в коридор затмений мне захотелось сделать так называемую упаеведическую гармонизацию Сатурна. Помощь в прохождении этого периода, садьбосадьи, для гармонизации древние виды предлагали 19 недель совершать упае Сатурну. Одна из них — прожжение черных свечей. Может, поэтому у меня получается, что внутри этой золотой черной идет. И я это начала в прошлое затмение, еще 19 недель не прошло с тех пор. Из-за войны у меня прерывалось несколько раз. Это было не в субботу. В субботу я мысленно жгла. А потом, когда находила свечу, ну вот сейчас выровнялась. А было еще время, что я даже забывала об этом и жгла в субботу свечу. Но не говорила, не думала о Сатурне, а просто проводила медитации. И я вдруг решила, что, наверное, уже все гармонизировано и больше не надо. Оказалось, что очень даже надо. И что мы только вступали в этот коридор. Так, ну а выйдем мы обновленными, новыми, с новыми начинаниями. Это могут быть и детки, и любые новые начала, и открытость, и солнечность, и радость, и легкость, и доверие миру. А еще мы выйдем с силой. Огненный, мощный, как птица Феникс. Кстати, а здесь птица Феникс нет, карта такого. У меня с собой вкалут нет, только три, на которых я пытаюсь сейчас работать. Так. Вот стабильность радуга. Новое начало. Немножко аналог десятки чаш. Но вообще, куда более широкий аспект. Даже если на карту смотреть, это, можно сказать, новое, незыблемое, целостное, радостное. Что-то конкретное. От нашей планеты до нашей страны, новое начинание. Сюда же идет древо. Для кого-то жизнь, для кого-то познание, для кого-то здоровье.